Депутаты Нижней Палаты Парламента Таджикистана Если до этого слежка велась за каждым жителем незаконно, то отныне данному действию властей дана легитимность. Первый заместитель Министерства обороны Таджикистана Эмамали Сабирзада объяснил данное решение необходимостью борьбы со спящими ячейками внутри страны. «Быстроизменяющаяся обстановка в мире и регионе, усиление угроз терроризма и экстремизма, существование спящих террористических ячейок внутри страны, которые могут негативно повлиять на военную безопасность страны, требуют привести полномочия военной разведки в соответствии с требованиями борьбы против современных угроз», — заявил он. Напомним, что появление внутренней разведки в Таджикистане означает полномасштабный сбор информации о населении путем скрытых и нескрытых способов, прослушивание всех телефонных разговоров, тотальную слежку за таджикскими пользователями сети интернет и тому подобное. Наблюдатели отмечают также, что тотальную слежку можно было легализовать для тех органов, которые и так ею занимались — ГКНБ и МВД Таджикистана. Но таджикские власти решили создать новое ведомство с огромным бюджетом, что указывает на то, что беспокоит режим сегодня больше всего. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ